Музрукова Сейчас этому открытию препятствует установленная городской думой зона ограничения торговли алкоголем. Примерно в 30 метрах от крыльца Дома книги работает стоматология, а по местным нормам продавать алкогольную продукцию допустимо на расстоянии не менее 40 метров от медицинских учреждений. Внятно ответить на вопрос, какая связь между частными клиниками, а в основном у нас в городе частные клиники, которые касаются это ограничения, и продажи алкогольной продукции, мне так никто и не смог. В основном это частные стоматологии, как правило, и куда ходят взрослые люди, если туда ходят дети, они ходят туда с родителями. Роман Олейник предложил сократить зону ограничения торговли алкоголем с 40 метров до 25. Это позволит Дому книги сдать помещение на Музруково-22 под магазин «Магнит». Инициативу поддержали около 200 горожан. Обращение с их подписями было представлено в городскую дому. После этого депутаты получили еще одно письмо, в котором порядка 500 саровчан выступили против изменения границ зоны ограничения и открытия «Магнита» в микрорайоне 5А. Там у нас находятся два продавательных магазина, они вполне удовлетворяют всю потребность населения. И ни к чему, и с точки зрения даже спокойствия, ну я писал, поскольку спокойствие проживания жильцов, потому что как там будут подъезжать, никто не знает. Не поддержали инициативу и в администрации. По мнению заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Марии Степашкиной, изменение границ зоны ограничения продажи алкогольной продукции вызовет цепную реакцию. И магазины, торгующие алкоголем, а также кафе и бары начнут открываться в спокойных пока дворах и районах. Есть 18 таких зон, которые, возможно, могут привести к тому, что появятся объекты общественного питания, так называемые бары, распилочные, либо магазины, где реализация алкоголя будет возможна. По словам Марии Степашкиной, для открытия на Музруково-22 «Магнита» вовсе не нужно менять границы зоны ограничений. Достаточно перенести вход в магазин на 12 метров в сторону от стоматологии. Тогда нормы будут соблюдены. Пойдет ли по этому пути потенциальный арендатор и появится ли на Музруково очередной магнит, покажет время. Подъезд к мосту через реку Сатис со стороны проспекта Октябрьского попал во все городские новостные ленты и группы в соцсетях. Почву размыл, откос поплыл вместе с фонарем и ограждениями. Последствия обильных летних осадков пришлось устранять работникам коммунальных служб. Сейчас мы завозим песок для того, чтобы укрепить с этой стороны, закрыть провал песком, чтобы обеспечить проход пешеходов. Здесь будет сигнальная лента и огородим тумбами, чтобы обеспечить возможность прохода. По официальной версии размыв произошел из-за перегруза ливневой канализации. Потоки воды с улицы Дзержинского, Победы и проспекта Октябрьского оказались в районе Кольца, перелились через тротуар, снесли опоры безопасности и размыли грунт на подъезде к мосту через реку Сатис. Мост не пострадал. Это земполотно. Здесь была выполнена насыпь. Высотой она была до 5 метров. Металлическая опора нормальная, светильники нормальные. После того, как будет отсыпано, опора будет восстановлена на свое место. Сейчас она обесточена, эта опора, и пока отодвинута в сторону. Однако ограждения на подъездах к мосту страдают уже не первый раз. Не прошло и года с момента сдачи новой транспортной развязки в эксплуатацию. Как в интернете стали появляться фотографии, по которым наглядно видно, что ограждения с бетонными блоками в основании установлены непрочно. Так что же стало причиной обвала ограждений на этот раз? Нагрузка на ливневую канализацию и неожиданные обильные осадки летом или недочеты в строительстве? Вопрос остается открытым. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Стихийная остановка в тени деревьев появилась возле третьего КПП. На самом деле автобусы останавливаются в другом месте. Но ждать транспорта на Санцепёке невыносимо. А павильона, где можно укрыться от палящих лучей, здесь нет. Вот и прячутся пассажиры в ближайшей роще. Мы вот там всё время в тенёчке прячемся, потому что здесь невозможно стоять. Здесь народу столько идёт. С рынка женщины, с сумки. Вот лавочки поставили недавно. Вообще недавно. Маленькие такие. А женщины идут в сумки. Поставить некуда. Сесть негде спрятаться. Некуда нет. Поэтому очень неудобно. Остановка хорошая, но некуда спрятаться. На отсутствие остановочного павильона у третьего КПП саровчане жалуются давно. Осенью прошлого года с просьбой решить проблему они обратились к Марине Еминцевой. И по словам депутата законодательного собрания, проблема сдвинулась с мёртвой точки. Уже готовы документы на строительство и разработан макет павильона. Это традиционные, обычные остановочки, где есть крыша, скамейки, урна, чтобы было удобно ожидать транспорт. Фонд развития и поддержки территории законодательного собрания выделяет деньги. Поэтому в ближайшее время всё это будет запущено. Строительство павильона должно начаться в течение ближайшего месяца. Также в планах благоустроить территорию возле остановки. Точная дата окончания работ пока неизвестна. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Возможно, временное замутнение воды. Объявление с таким содержанием – привычное явление для нашего города. Ржавая и мутная вода всё чаще стала течь из кранов саровчан. О своих переживаниях жители активно сообщают в социальных сетях. Для наглядности прилагай фотографии. Сотрудники Горводоканала обозначили три официальные причины проблемы. Первая – аварийная ситуация с запорной арматурой. При проверке запорной арматуры выбил сальник, что привело к затоплению, к катастрофе, в принципе. Ни один абонент не был отключен, поэтому чисто по-технически назвать аварией нельзя. То есть это прецедент, но прецедент очень крупный. Две другие причины – это переход с городского на Аргенский водозабор и изменение показателей потребления воды саровчанами. По состоянию систем Горводоканала на сегодняшний день на участке трубопровода длиной 100 километров. Износ составляет почти 100%. Если быть фантастом, то можно сказать, что если все 200 километров, порядок цифр такой, водопроводных сетей единовременно заменить, то да, может быть, на год, на два, на три, может быть, это поровненно решится. Но это практически не реально. Когда из кранов на кухне и ванной в течение нескольких дней течет мутная или хуже того ржавая вода, у людей возникает закономерный вопрос, а опасна ли она для здоровья и при использовании в быту. Вся эта вода, это наша же хорошая питьевая вода, просто в которой железо из одного содержания перешло в другое и влияет на органолептические свойства. То есть нам смотреть на нее неприятно и пить ее неприятно. Все остальное в этой воде осталось, все тоже, все так же. То есть она не несет с собой никакой эпидемиологической опасности. Сотрудники Горводоканала уверяют, что изменение качества воды в худшую сторону в течение лета происходить не будет. Но это в случае, если не возникнет аварийных ситуаций. Тарец Апорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Историки спорят о том, сколько жилет Сарова на самом деле. Статус города ему был присвоен в 1954 году. А вот поселение на этом месте возникло гораздо раньше. Историки говорят, что здесь стоял город татарский Сараклыч. Затем этот город был уничтожен. И очень долгое время здесь место было пустым. Было только лес. Затем пришли сюда монахи. Первый монах поселился в 1706 году. Ну и с этого дня мы уже считаем основание Саровской пустыни. Монастырь знаменит на весь мир прежде всего тем, что в нем служил Серафим Саровский. Помимо известных фактов о жизни святого, есть много легенд с ним связанных. Например, говорят, что к Серафиму приезжал Александр Сергеевич Пушкин. И даже император Александр Первый. Он тяготился тем, что он якобы был убийцем своего отца. И как тогда говорили, что он не умер, а он как бы ушел в монахи. И очень тайно приезжал сюда, к батюшке Серафиму. В 1927 году монастырь был закрыт, а на его месте основали детскую колонию. В годы войны на территории нашего города работал завод номер 550, где изготавливали оружейные снаряды. В 1946 году сюда прибыли ученые со всей страны, чтобы создать отечественную атомную бомбу. Тогда это место называлось просто – Конструкторское бюро 11. До 1954 года это место было очень засекречено. И впоследствии, конечно, но оно называлось по-разному. КБ-11, Объект и так далее. Москва-центр 300 – это уже позже. Первое именование нашего города – это было название Кремлев. Прежнее название Саров нашему городу вернули уже в 90-х годах прошлого века. Сегодня это современный город с развитой инфраструктурой, один из ведущих научных и оборонных центров России. И в этом заслуга его жителей, и ветеранов, которые стояли у истоков атомного проекта, и у тех, кто живет здесь сегодня и своим трудом вносит вклад в его развитие и созидание. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24. Александр Филиппович помнит до мельчайших подробностей, как он месяц с своими однокурсниками впервые пересек КПП. Девять студентов Харьковского авиационного института приехали в закрытый город на преддипломную практику. Саров тогда только начал активно строиться. У дома со шпилем, вот через швенник, а туда вниз, до самого озера, были деревья, сосны, березы, и там были теплицы, которые кормили через Орс, город. Проработав несколько лет в отделе перспективных разработок в НИЕФ, Александр Филиппович продолжил трудовую деятельность в горкоме партии. За 40 лет он сменил несколько должностей. Листая альбом, он вспоминает тех, с кем пришлось работать бок о бок. Общаться приходилось и с Юлием Борисовичем, и с Борисом Глебовичем, и целым рядом. Лев Дмитриевич Рябьев работал. Это великие люди, это великие организаторы. Александр Филиппович отметил, что город активно развивался до перестройки. Постоянно строилось жилье, оперативно решали социальные вопросы. Самыми тяжелыми были годы реформ. Впрочем, тогда приходилось буквально выживать всей стране. Мне пришлось возглавлять комиссию в институте. Месяц заканчивается. Из имеющей наличия финансов комиссионно решали, кому выплатить и сколько по заявлениям. А кому, значит, мы не могли этого сделать. Александр Филиппович отмечает, что ему довелось работать с великими учеными и организаторами. Благодаря их стараниям существует наш город и Всероссийский ядерный центр. На заслуженный отдых Александр Филиппович ушел с должности главного специалиста социального развития в НИЭФ. Но и на пенсии его пытливый ум продолжает работать. Александр Филиппович много читает научно-популярную литературу и изучает вклад ученых-исследователей в развитие атомной отрасли. Елена Грецкова, Константин Астровский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Два знаменательных праздника в один день. 12 июня саровчане отмечают и День России, и День города. Отличная солнечная погода и хорошее настроение. Это ли не повод провести это время в кругу близких и друзей? А за что же саровчане любят свой родной город? Пойдемте узнаем. За зелень. Все. Маленький, удобный, зеленый, чистый. Защищенный даже. Вот то, что ограда есть, это тоже. Какие достопримечательности Сарова вам нравятся больше всего? Конечно, Серафим Саровский. За что вы любите Саров? Скорее всего, надо за его красоту, чистоту, которая поддерживает его. Ну и за его господинство. Чисто, аккуратно, люди вежливые, культурные. Все аккуратно, у нас все хорошо. А я желаю горожанам в каждом деле успешности. В каждом слове искренности, в каждом взгляде внимания, в сердце любви и радости, а в жизни счастья и процветания. Вот пообщаешься с такими позитивными людьми и сразу настроение поднимается. Город у нас классный. Ну да. А чем он вам нравится? Ребенка, наверное, да, спокойно воспитывать? Ну да, не страшно. Безопасный город. Очень нравится, тихо, с детства. А за что вы любите Саров? Есть куда сходить, что посмотреть. Ну а праздничное настроение сегодня не только у жителей нашего города, но и работники Канала 16 тоже не отстают. Вот для того, чтобы сделать такой интересный кадр, оператор Канала 16 улетел буквально в небо. Не переживайте, с ним все в порядке. А за что вы любите наш замечательный Саров? Вот люди едут на юга, мы не едем, мы здесь отдыхаем хорошо. Всех поздравляем, удачи, здоровья. И наш город всем нравится и знает, откуда не ездил, откуда, с Сарова. Знаем, красивый у вас город, и чистый, главное, чистый. Скажите, пожалуйста, а за что вы любите Саров? Место моего рождения. Коренные саровчане должны любить свой город. Ну а редакция Канала 16 присоединяется к поздравлениям с Днем Города. Любите наш город и берегите его, и смотрите Канал 16. А с вами работала Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, служба новостей Саров, 24. Кирилл Мазохин укладывает в последний пакет макароны, печенье, мыло. Небольшой продуктовый набор – это благотворительная помощь для ветеранов войны и труда, студентов и педагогов Саровского техникума. Надо помнить ищить память ветеранов, которые отстояли нашу страну во время Великой Отечественной войны. В этот раз подарки отправились к жителям трех микрорайонов. Студент упаковали 60 наборов. Акция «Никто не забыт» проводится после празднования Дня Победы, когда отгремели все мероприятия, и ветераны вновь остались наедине со своими проблемами. Поэтому мы всегда пытаемся акцию нашу перенести на «после», чтобы напоминать о том, что все-таки этот праздник существует и после этой даты. После небольшого инструктажа ребята отправились к адресатам. Во втором микрорайоне студентов уже ждала председатель Совета ветеранов. Она отметила необходимость в поддержке пенсионеров, в котором порой не хватает средств на продукты первой необходимости. И зачастую такая забота вызывает целую бурю эмоций. Ребята принесли продукты, и там была соль. И женщина рыдала. Она говорит, что да, действительно. Она говорит, что она жила в Ленинграде, в блокадном, соли не было, ничего не было. И когда она увидела соль, она так рыдала. Ребята вместе с Людмилой Михайловной разнесли продуктовые наборы по адресам. В этот раз во втором микрорайоне боготворительную помощь получили 18 ветеранов. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Спектакли номинанта и лауреата российской национальной театральной премии «Золотая маска» теперь можно увидеть и в Сарове. Наш город присоединился к всероссийскому проекту «Золотая маска» в кино. В июне горожане смогут посмотреть сразу три лучших спектакля России. Откроет фестиваль, пьеса «Вишневый сад» режиссера Льва Додина. Этот спектакль будет необычный. Это режиссерская работа художественного руководителя. Этот спектакль был показан у нас в стране и за рубежом. Такое вот новое прочтение чеховской пьесы. 20 июня в художественной галереи пройдет вечер одноактных балетов. Зрителям покажут три постановки. Тюль «Одинокий Джордж» и «Минус 16» в исполнении артистов музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Завершит программу трансляции спектакля театра наций «Гамлет Калаш». Это будет настоящее событие для города. Это будет для нас новый формат, потому что мы не касались театра. А здесь наш проект про кино включает еще и такую работу. Проект «Золотая маска в кино» в художественной галереи стартует 13 июня в 18.00. На показы приглашаются зрители старше 16 лет. Более подробную информацию можно узнать по телефону 702-87 или 702-94. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. Резьба по дереву, керамика, текстильные куклы, матрешки, бижутерия, ручной работы. На улице ремесленников было много привычных промыслов. В среде многообразия ярких поделок выделялся стол, за которым мальчик в смотканной рубахе что-то сосредоточенно мял в руках. Рядом дедушка на электрической прялке тянул грубую пряжу, а бабушка ткала полотно. Умельцы из Саранска занимаются необычным рукоделием. Они делают одежду из крапивы. Это называется обработка крапивы двудомной, которая растет всюду, как сорняк, с целью получения волокна и дальнейшего получения ткани и сшить из этой ткани одежду. Валерий Федорович увлекся этим необычным для 20 века ремеслом 10 лет назад. Он воспроизвел старинный цикл обработки крапивы от сбора сырья до пошива одежды. Использовали такие комплекты из крапивы всего 70 лет назад. И дело не в целебных свойствах этого сорняка, а в доступности сырья. На вопрос о целях умельца при создании одежды жгучего растения он ответил просто. Я амбициозный человек. Я вот хочу сделать и все. Никто не умеет, а я умею. Вот в этом и заключается стремление. На фестиваль народных промыслов приехали мастера не только с ближней округи. Олег Колесников привез свой проект литературного варенья из Воронежа. Мы их получаем в музеях. Там специальные люди есть, которые занимаются этой кулинарной темой. Мы их оттуда получаем, переводим на наш современный язык, на наши меры веса. На Верень-Арт творческая команда привезла ягоды жимлости и сварила вкусное лакомство с добавлением душистых листьев мяты. Это очень мистическая, сказочная ягода, которая к нам пришла с Востока, ну если точнее сказать, с Китая. И в Китае этой ягоде много посвящено легенд. И легенд про любовь. На открытии фестиваля гостей приветствовали представители администрации Темниковского района и заповедника. Верень-Арт проводится в Мордовском заповеднике впервые. Верень-Арт. Верень в переводе это лес по-мордовски. То есть это такой лесной фестиваль, целенаправлен на поддержание, восстановление народных промыслов нашей республики. Концертную программу подготовили творческие коллективы из различных районов Мордовии. Они исполнили мордовские, татарские, русские фольклорные песни. Организаторы решили погрузить гостей в историю республики и подготовили специальную площадку. Изюминкой нашего фестиваля будут импровизированные моляны на Керемете. Кереметь – это место, где раньше Мордва во времена язычества молилась различным богам и о чем-то просила. По подсчетам организаторов, Верень-Арт посетили более полутора тысяч человек из Мордовии и других регионов России. Елена Грескова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Ребята разделились на команды, разошлись по площадкам, чтобы провести свое литературное исследование. На столах лежали книги и первое задание – отгадать автора, который придумал героя с зонтиком. Он заявлял, что пишет как для мальчиков и девочек, так и для взрослых. Однако самые знаменитые его книги сейчас знает каждый ребенок. Андерсон. Андерсон. Ганс, Христиана Андерсон. Чудесное путешествие в рамках проекта «Необычных летних открытий» началось. Дальше ребят ждали более сложные задания. Среди множества произведений автора нужно было угадать, в каком из них есть герой с зонтиком. С помощью ребусов, выполнения творческих заданий, разгадывания шифровок, чтения различных зеркальных отображений, текстов, ребята будут узнавать сюжет книги, знакомиться с героями книги. Ребята выясняли, зачем тому или иному персонажу зонт, как герой его применял, чем их зонты отличались от современных. Каждая команда заполняет путевой листок, где записывает автора, которого они узнали, книгу, с которой работали, главных героев и важнейшие детали сюжета. Через полчаса ребята заполнили все пункты путевых листов и отправились на защиту своих исследований, где познакомили своих товарищей с авторами и литературными героями, которые использовали зонтики. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей СРУ-24. Конкурс «Читатель года-2019» проводится в восьми номинациях. Победителей в шести выберет компетентное жюри, в состав которого входят сотрудники библиотеки. А в номинациях «Самые активные летние читатели» и «Моя любимая библиотека. Территория творчества» лучших определят читатели библиотеки. «Самый активный летний читатель. Что нужно сделать, чтобы принять участие в этой номинации? С этой недели у нас открывается летний читальный зал и библиотечный дворик. Нужно приходить на все мероприятия или на большинство из них и получать флайеры, закладки и различные материалы, которые будут выдаваться на этих мероприятиях». В номинации «Моя любимая библиотека. Территория творчества» читателям нужно изобразить интерьеры библиотеки, мероприятия, сотрудников или фантазии на тему будущего Маяковки. Рисунки и подделки могут быть выполнены в различных техниках. «Этот конкурс проводим один раз в два года. И участие в нем могут принять все горожане в независимости от возраста, рода занятий, но те, кто являются читателем библиотеки Маяковского». Работа в номинациях «Моя любимая библиотека. Территория творчества» и «Самый активный летний читатель» принимаются до 14 октября в отделе методической и инновационной деятельности библиотеки имени Маяковского. Подробную информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте библиотеки. Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Участников третьего городского велопарада приветствуют герои спектакля «Красная шапочка» Саровского драматического театра. Лиса, Медведь и Заяц танцуют с ребятами зажигательный танец, разминку и отправляют малышей на старт. В этом году велопарад посвятили году театра в России. Поэтому в наших предложениях именно звучало то, что должны заезды быть костюмированы. И вообще предполагалось, что участие всех граждан в праздники таким или иным способом будет иметь отношение именно к году театра, карнавалу, костюму и так далее. Фиксики, супергерои, пираты, озорные пчелки и принцессы сели на свои велосипеды и проехали символический круг по площади вокруг памятника Ленину. Маленький Филипп пришел на велопарад в костюме тираннозавра Рекса, героя популярного мультика. Мы до этого ездили на беговеле, ну не мы, а Филипп. И сразу села, поехала, да, 4 года. Это полезно, это очень удобно, потому что если они долго идти куда-то, они устают, конечно, в таком возрасте. А на велосипеде всегда весело, правда, Филипп? В первом заезде праздничного велопарада приняли участие воспитанники детских садов и младшие школьники. Юные спортсмены преодолевали дистанцию под чутким контролем родителей. Злата Денисова села на двухколесный велосипед всего пару дней назад. Во-первых, это спорт, во-вторых, это интересно, плюс можно посмотреть и ветер. Когда едешь, ветер, это очень здорово. За самые яркие костюмы участников велопарада наградили памятными призами. После заезда гости праздника их родители увидели шоу мыльных пузырей и выступление клоун-мем театра «Мир лиц». Тария Цапорыгина, Артемий Голосков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В три часа дня эстафету праздника принял стадион ИКАР. Соревнования стартовали сразу на нескольких площадках. На центральном поле торжественно открыли День здоровья в НИЕВ. К участникам обратились представители Городской думы и Ядерного центра. Разрешите поздравить вас с этим прекрасным праздником, праздником Днем здоровья в Ядерном центре. Не сомневаюсь, что здесь собрались самые сильные, самые ловкие и мужественные спортсмены. Приветствовали спортсменов и творческие коллективы города. Впервые на городском празднике выступили участники школы танцев «Шторм-крю». Они представили хореографический номер с элементами современных танцевальных стилей джаз-фанка, вога и хип-хопа. Это на пупури, так делают обычно на крупнейших чемпионатах, не только в России, но и в мире. Ставят танцевальное шоу, сводят треки разные. Новшеством этого года стал легкоатлетический забег на 1 километр 100 метров Саровской верста. Маршрут пролегал по улице Зернова и проспекту Музруково. В общей сложности участники пробежали два раза вокруг стадиона. На Дне здоровья каждый мог выбрать себе соревнования по душе и темпераменту. Сергей Уланов отдал предпочтение силовому виду спорта. В роли снаряда гиря весом 16 килограммов. Сергею удалось правой рукой поднять гирю 110 раз. По условиям сегодняшних правил нужно за две минуты времени сделать 16-килограммовую гирю, толчок, сделать максимальное количество повторений. Второй раз в нашем городе прошли соревнования в рамках проекта «Атомный воркаут». Участники соревновали в дисциплине силовой двоеборья. Они подтягивались на турнике и отжимались на брусьях. Судьями стали профессиональные спортсмены из Москвы. В этом году очень много молодых ребят было 17-18 лет. В прошлый раз, конечно, были и постарше молодые люди, там 20-25 лет. И поэтому и сказалось на результате. В этот раз чуть поменьше результаты были у ребят. Но все равно видно, что они старались, показали свой максимум. Помимо обязательных упражнений, спортсмены выполнили показательные выступления, продемонстрировав хорошую физическую форму. Победители первого этапа будут представлять наш город в финале турнира «Атомный воркаут», который пройдет в Глазове 7 сентября. Для английского Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. В больших городах йогу для мам с малышами практикуют уже несколько лет. Этим летом подобные занятия проходят и в парке имени Зернова. Для женщин, которые находятся в декрете, это возможность не только найти единомышленниц, но и поправить свое здоровье и восстановиться после родов. То есть это не срочно-срочно похудеть и накачать попу или еще что-то, а это такие мягкие упражнения, помогающие восстановить таз, восстановить мышцы живота, укрепить мышцы спины, расправить осанку. Ребята по старше время занятий могут повторять упражнения за взрослыми, а могут знакомиться и играть на площадке. Совсем маленькие дети выступают в роли снаряда для мам, обеспечивая им дополнительную силовую нагрузку. Также тренировки помогут в укреплении мышечного корсета самого малыша. Мама может предлагать малышам упражнения на баланс, вот это все происходит на руках у мамы, да, то есть не где-то там отдельно. Вот. И в комбинации вместе с упражнениями маминами. То есть и мама занимается, и одновременно у малыша тренируется и вестибулярный аппарат, и какие-то там навыки присаживания, навыки вставания, ползания. А Семельникова сейчас в декретном отпуске. Раньше девушка уже занималась йогой, а сейчас, пока есть возможность, решила приобщить к этому дочь. Во-первых, это хорошее времяпровождение вместе с ребенком, и мама может себе уделить чуточку внимания, чтобы заняться спортом. И ребенок на глазах, и мама занята. Ну и на свежем воздухе это дополнительно полезно для организма. Занятие йогой для мам с малышами проходит на танцевальной площадке парка имени Зернова каждый четверг в 12 часов. Тренировки бесплатные. На них приглашают мам с малышами в возрасте от трех месяцев. Екатерина Опенова, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. Заниматься рыбалкой Владимир Блохин начал в пять лет. Оттачивал навык каждые выходные, отправляясь на речку вместе с отцом. Достиг неплохих результатов. И городские соревнования по рыбной ловле – это отличный повод проверить свой уровень, а заодно и поделиться опытом. Мне интересно, чисто спортивный интерес узнать, кто из нас сильнее, кто более смекалистый, умнее. И вот чисто интерес. То есть победа не главное, просто интересно поделиться опытом. Среди участников турнира по рыбной ловле можно было встретить и юных рыболовов. Они наравне со взрослыми соревновались за призовые места. В этот спорт меня привел мой папа. Мне понравился этот спорт. Я теперь полюбила рыбалку. Мне нравится, потому что я люблю ждать и люблю смотреться по плывку. Как и в любых спортивных состязаниях, в рыбалке есть свои правила. Каждому участнику путем жеребьевки отведено определенное место. И переходить в другой сектор нельзя. Наживку разрешено использовать любую. Ловля сегодня сложная, сразу скажу. В принципе, у нас водоемы довольно сложные. Тем более, как я всегда говорил, во время соревнований рыба клюет хуже. По правилам соревнований всю рыбу, которую поймали участники, они выпускают обратно в водоем. По итогам турнира победителем стал Максим Ведищев, вторым – Владимир Блохин. Бронзу забрал Алексей Тверсков. Впереди участников соревнований ждет областной турнир по рыболовному спорту, на который съедутся сильнейшие команды региона. Соревнования пройдут в середине июля. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.